В этом году этого не повторится? Нет, в этом году уже будем биться до конца Кот? Какой из них? Показывай Сейчас Это кто? Это Чили Какой-то он недовольный Ну да А они не дерутся все трое котов? Дерутся еще как Уже коты Владислава Катина срывают нам интервью Всего я ожидал, но только не этого Здравствуйте Прошла насыщенная игровая неделя, но начнем мы конечно не с этого Вратарь снежных барсов Денис Каратаев пропустил самую курьезную шайбу этого сезона Мы поговорили с героем Ну я не рад, если честно Как бы обидненько так на самом деле Курьез, курьез, получился там шайба в стык пошла Ну расскажи вот механику этого гола Как получилось, что ты полетел вообще в другую сторону? Как? Она же это, в сторону шла потом на лесушке такая идет в лед попадает и короче ворота ко мне Я не успел Там на камере плохо видно Угу Вообще тебя это никак не не огорчило? Да нет, нормально В принципе Психология сильная Ну а что у тебя в первые минуты какие мысли были? Я я растерян все такое было как бы ну шокирован был даже да был шок Что там ребята тебе говорили они подъехали что-то начали объяснять Да ничего они в принципе как бы ну такое бывает в хоккее Блин Курьез ты курьез прям может таких голов больше не будет в моей карьере Можно можно еще самому себе забить Ну да кстати да тоже можно Но я не забил там А тренер как отреагировал на это? Блин Они сначала они по-моему вообще сначала не видели То есть они за сменой там что-то смотрели тоже как бы шокированы были я вам говорю посмотрите там на Пустор там вообще провал был Таких что-то голов кстати много и в НХЛ там везде забивают что-то смотрю в КХЛ тоже Но таких не было Но таких таких да я отличился Ну а зачем ты поехал туда к Бортику Ты кого-то увидел на трибунах? Да нет У нас кстати пустые трибуны там никого даже не Будешь ли ты теперь идти к Борту останавливать в следующий раз? Ну блин это было для меня урок как бы может где-то приторможу маленько воротах там посмотрю чтобы она прям по льду шла чтобы такого больше не допустить Почему так барсы нестабильно играют даже на этой неделе у вас по-моему сейчас я посмотрю две победы два поражения а нет да две победы два поражения что почему нету стабильности? да трудно сказать такой молодежный предсказуемый каждый может выиграть не знаю каждую команду тяжело сказать сейчас вот с Алтаем хорошие игры будут с Казахстанской Дерги несмотря на то что несмотря на то что Алтай это аутсайдер записной ну да будем на них настраиваться они сейчас молочники кусаются со всеми они вон эти хлопнули Омск если еще к голу возвращаться самая курьезная шайба да в твоей жизни я думаю да но какая до этого была самая курьезная так это она Кубок Мира был я как бы тоже но я это старался забыть там тоже такая шла такая я вроде думаю она мимо летит в ворот но там там кстати это поближе к моим воротам было там почти до синий доезжали и он тоже так запускает получается я стою думаю она выше идет она мне прям от перекладины короче в ворота кстати я тогда тогда я уже думал что больше курьеза не будет наша беседа состоялась сразу после игры я очень рад что Денис выдержал это испытание с честью так вот о Владиславе Катине он стал лучшим защитником ноября на востоке и сразу же после объявления номинации набрал 24 минуты штрафа в одной игре но говорили мы не только об этом зачем со скамейки ты выскочил ну потому что он со спины наскочил на наших и наши защитники просто стояли и я выбежал но меня это просто сильно задело то что он со спины выскочил и пришлось выскочить часто у тебя такие штрафы бывают нет это первый такой а штрафовали кстати ну да на сколько ну не знаю пока только сказали вот 4 плюс 20 дали а вот насчет денег ничего не сказали пока поздравляю тебя с тем что ты стал лучшим защитником октября спасибо мамонты меня удивляют вы как-то начали не очень ни шатка ни валка но теперь всех громите опять опять с лидером все ясно что с вами произошло вот в октябре ну как бы сплочились просто с пацанами как бы в начале сезона друг друга это больше более-менее не знали так потом уже как бы начали разговаривать разговаривать и дружить вместе и больше друг друга узнали как бы начали доверять всем и все а ты говоришь сплотились а вы как-то вообще ну я не знаю специально встречались или просто ну шло знакомство и ну мы специально да специально как бы с пацанами договорились давайте встретимся просто где-нибудь посидим командой именно поговорим в итоге собрались у себя на этаже в комнате договорились что-то как что кому надо кто для чего приехал сюда и все потом уже начали ну тренироваться выкладываться и все и результаты пошли то есть каждый просто осознал что он там ну не просто там не просто так да вы бьетесь с толпаром за первое место но у вас по потерянным конечно все лучше не изменилось ничего на востоке да вот вы толпар ну авто и стальные лисы вот четверка сильнейших все так же да то есть ничего не поменялось на востоке в этом сезоне да нет вроде все так же как бы как было так и осталось там просто какой-то момент тюменский легион шел неплохо с арматы но что-то они в последнее время сборились ну вот у них да у них получается до наших двух игр они прям хорошо шли нам даже тренер говорил то что они вот дома ни одной игры вроде не проиграли и вот они у нас получается потеряли вот эти четыре очка что-то они там слетели ты на собрание привел своих трех котов нет почему зачем сплотиться нет кстати у тебя два породистых один я так понял дворняга да да а как ты нашел этого кота вот третьего который непородистый у меня сестра его провела с улицы прямо ну этот как соседи получается его потеряли он ушел под машину ну с этого вышел с подъезда под машину сел у нас раньше был точно такой же кот Чили прям раскраска одна и та же и сестра получается со школы ушла увидела этого кота и забрала а соседи ну соседи не знали и не знают до сих пор надеюсь что нас смотрят все кроме соседей Владислава крылья советов поднялись очень высоко в турнирной таблице но на прошлой неделе они проиграли три матча из четырех впрочем это не главное после матча со сковорягами в котором команда Андрея Патачака уступила 1-2 настроение у хоккеистов было плохим а в раздевалку по очереди входили тренеры они проводили долгое собрание где пытались понять почему спортсмены делали не то что просят нападающий Эфим Мишкин был самокритичным и хотя пытался его похвалить все равно был недоволен своей игрой известный ветеран Алексей Терещенко тоже подливал масло в огонь и настаивал что центральный нападающий не был лучшим в матче а я спорил ты от кому веришь Эфим кому мне известному журналисту или Алексею который играл где-то ну так вот вроде бы играл спасибо Эфим становится одной из центральных фигур новой команды он выходит на лёд часто старается определять результат и был одним из тех кто принёс победу над красной армией между прочим Патайчук считает что успех над командой системой ЦСКА и стал проблемой ребята после успеха расслабились стали вальяжными забыв что в лиге к любому сопернику надо относиться с уважением Мишкин в прошлом сезоне выступал за Серебряных Львов а к этому октябрю идёт по лучшему графику сейчас на счету хоккеиста 15 очков а в прошлом было 24 но после 43 матчей плюс были шедевры например это шайба ворота красной армии я думаю тактики больше стал ну и правильные игры да и сам как бы вырос как игрок то есть летом тоже тренировался из Химика я сам поехал то есть еще там в возрасте лет 9 наверное вот там поиграл потом Голубой Сергей Владимирович позвал Динамо ну и там как бы особо мало играл то есть тянулся тоже за игроками и потом так получилось то что там из ЦСКА получается перешел человек в Динамо а я в этот момент ЦСКА из ЦСКА он уехал в Санкт-Петербург а прошлой весной серебряные львы были расформированы и Ефим ощутился в крыльях теперь он ведущий игрок команды автор нескольких важных шайб в сезоне при Потанчуке в крыльях раскрываются и другие Александр Никишин стал лучшим защитником октября на западе проявляет себя вратари отчасти из-за того что с командой работают тренеры с опытом КХЛ видят вообще все нюансы в Тачок говоришь что ты заигрываешься а иногда есть но заигрываешься что ты заигрываешься скажу не знаю судя по всему к плей-уфф все игроки начнут играть правильно а Мишкин как и многие другие в следующем сезоне попробует себя во взрослом хоккее тот же Ефим уже размышляет над будущим сезоном хочет попробовать уехать в Европу но уверен что многими игроками этой команды заинтересуются и в России на этом все следующая неделя очень короткая мало матчей но зато наши сборные выступают по всему миру и мы будем внимательно за ними следить до свидания вот ты что выскочил думал коты весь котов ничего себе так так сейчас три кота ты очень добрый человек ну когда кошки оят ты хоть с ними играешь да а когда ты рядом они при тебе не дерутся дерутся кто сильнеет ну у нас все маленький вот этот Семен есть он как бы без когтей мы ему ну вырвали потому что ну мебель дорогая он этот начинает корябать ну кто на первом ой там сзади пролетел кот это вот тоже кот ух ты красавец а откуда он прилетел интересно да вот они только что бились только сказали вот он прибежал это вот шотландец ой это этот майкун майкун да а шотландцам бьется да да